МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех, кто решил провести этот вечер у Камина вместе с нами. В студии Татьяна Горностаева, а у нас в гостях актёр и режиссёр театра драмы и комедии Фест Дмитрий Скотников. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как случилось так, что вы стали актёром, а впоследствии и режиссёром? Случилось довольно интересно. Можно сразу рассказывать, как я стал актёром и режиссёром театра Фест, потому что это связанные вещи. Знаете, бывают такие истории, которые заставляют задуматься, что в жизни всё не просто так. В детстве я не собирался как-то связывать свою жизнь с театром. Я не из тех людей, которые с 5 лет знают, что они пойдут в артисты. У меня совершенно никогда не было таких каких-то стремлений. Но кем-то же мечтали быть? Я очень долго не знал, кем я хочу быть. И на самом деле я сначала после школы пошёл совершенно в другую сторону. То есть я инженер по первому образованию, вообще говоря. А Фест – это мой первый взрослый театр, в который я стал ходить, когда уже в сознательном возрасте. В детстве меня родители водили, я с классом куда-то ездил. А в Фест я попал в первый раз в начале 2000-х годов. По-моему, первый спектакль был «Декамерон». И я такого театра никогда не видел. Сам формат спектакля для меня был очень необычный. То есть какой-то очень игровой, какой-то условный, с какими-то чертами площадного театра. Я, правда, такого никогда не видел. Как я потом уже понял, это было одно из ярких проявлений Щукинской или Вахтанговской театральной школы, к которой я потом сам имел честь приобщиться. Это был спектакль «Рената Сатириаде». Мне это очень понравилось. И потом, собственно, я, наверное, в нулевые годы я посмотрел практически все премьеры Феста, которые в это время выпускались. И при этом я тогда еще не знал, что я здесь когда-то буду не работать. Я понял, что я хочу заниматься профессиональным театром. Мне было лет 25 уже. То есть я уже закончил первый институт. И стал ходить в театральную студию. И мне что-то как-то так понравилось. Я думаю, здорово. То есть началось все с театральной студии? Да, да, да. Понятно, что стало, что надо поступать. Лет мне было уже прилично. Все-таки на актерский факультет обычно поступают пораньше. И стал вопросом, что, наверное, режиссерский тогда факультет. Театральный институт имени Щукина. И потом так получилось, что я пришел именно в театр Фест. Там тоже такая история получилась. Мой мастер Михаил Борисов, он мне сказал, где-то на втором курсе, сказал, ну вот если ты хочешь профессионально заниматься театром, то ты должен в нем работать. Потому что иначе ты никогда не поймешь, как этот механизм работает. Вот ищи театр, ты что-то уже как артист умеешь. Давай ищи, иди работай. И как раз вот тут в Фесте было прослушивание. Я вот набрался наглости, приехал. Я не думал, что меня возьмут, потому что для меня Фест был такая величина, говорит, серьезно, я тут, в общем, что-то только начинаю. Вот, ну, к моему удивлению, меня пригласили. Это был 2011 год. И какая была первая роль в театре Фест уже как актера? Да, сейчас расскажу. Значит, ну, у любого артиста сначала это вводы какие-то, и, как правило, это, ну, массовые сцены. Вот первые два спектакля, куда я попал, то были «Косатка» и «Чума» на оба ваших дома. А первая роль, которую я прямо репетировал, это такой есть у нас спектакль «Суббота каждый день». Вот, я вот там играл, у меня с «Королей» у меня было небольших таких вот эпизодов. Это вот буквально с 2011 на 2012 год мы его выпускали, перед новогодней компанией. Но все-таки вы считаете, что нужно актеру, режиссеру, специальное образование или это талант? Нужно специальное образование, талант тоже нужен. Это такой вот синтез. Безусловно, это профессия и то, и другое. Да, я знаю, что вы придумали новый жанр – семейное средневековое приключение. Расскажите, что это такое, о чем речь? Да, речь сейчас о спектакле «История Робин Гуда». Нам всегда очень хотелось, чтобы у нас в театре был такой спектакль, куда могут прийти родители с детьми и будет интересно и тем, и другим. А еще желательно, чтобы они как-то могли в какой-то степени поучаствовать, потому что на сцене происходит. Тем более, действительно, история Робин Гуда – это такая интересная тема, это средневековье. Про него интересно что-то узнать, понять, как это все происходило. Ну вот мы придумали такую форму спектакля, где есть диалог со зрителем, где есть участие их в спектакле. Это так, не знаю, мне кажется, не навязчивое, но довольно интересно. А мы так плавно подобрались к тому, что из актера вы выросли до режиссера. Ну я учился сразу до режиссера. Да, и как вам работают с актерами театра драмы, комедии и фест? Ну в целом хорошо работают. То есть послушные они? По-разному бывает. Это вопрос характера, темперамента. Но в целом они были очень профессиональные люди, так что в общем хорошо работают. А было у вас желание попробовать что-то срежиссировать в кино? Ну, наверное, тут такая интересная история. Когда у нас случилась пандемия, стали все активно заниматься онлайн-проектами. Тоже мы стали это делать понемножку. У нас есть такой ютуб-сериал «Конек-горбунок». Это что значит ютуб-сериал? Это в общем в какой-то степени почти кино, но только не снятое не в студии, а снятое просто дома, с помощью телефона. Это «Конек-горбунок» Ершова. Мы, правда, не дошли до конца, потому что карантин закончился, и начался обычный репертуар, а это все-таки много времени требовало. Ну это, в общем, по сути такой фильм, только снятый дома. То есть это такой был опыт. Это, конечно, не кинорежиссура, но что-то где-то рядом. Но, наверное, когда-нибудь, наверное, это случится, что-то будет именно в плане настоящего кино. А что такое проект «Прочитки»? «Прочитки». Значит, смотрите, вот бывает драматургия классическая, которую все в школе проходят, а бывает драматургия современная, которая вот сейчас пишется. И пьесы, которые сейчас пишутся, их, ну так, зрители, естественно, не знают, и театры зачастую не знают. И вот появился в России, ну сначала не в России появился, но потом в нашей стране где-то вот тоже в нулевые, в десятые годы, такой формат, когда зрителей, там, актеров, режиссеров знакомят с пьесой. А для этого ее читают, но читают артисты. По ролям. Читают по ролям, да, там какое-то количество репетиций проводят, небольшое. Это не спектакль, это вот просто такой... Но что-то все-таки в ней разбирают, что-то какие-то нюансы пытаются подчеркнуть, а потом это обсуждается. То есть все... Это вообще очень интересно, да, вообще... Театр такая важная функция, театр, как он вот изначально зарождался, что там в Древней Греции, что это повод для диалога, повод для обсуждения чего-то важного. И вот читка предполагает, что потом люди говорят, что им показалось интересным в этой пьесе, что они поняли, что они не поняли. Вот у нас есть тоже такие читки, мы их проводим уже, не знаю, сколько лет, ну лет пять, наверное. А как узнают люди о том, что, ну вот вернее, как это все происходит? Значит, ну читаем пьесы совместными усилиями, есть некая инициативная группа у нас. То есть случайные люди туда не попадают или можно прийти? Нет, 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 мы вообще всегда приветствуем, когда... Ну то есть любой артист может предложить, потому что, ну, это же вопрос просто охвата. Пьес пишется много, есть, конечно, всякие разные премии, там шорт-листы и так далее, но пьес пишется очень много. И, соответственно, ну вот нужно просто узнать про какую-то определенную пьесу для начала, да, чтобы какую-то интересную. Вот, поэтому артисты иногда, сами приносят, иногда вот мы смотрим просто там какие-то действительно литературные премии, там что-то выбираем, какой-то интересный материал. Это вот, например, из последних это что было? Что мы последнее читали? Наверное, «Карточки для Э» мы читали, была такая очень занятная пьеса, Рита Кадацкая, драматург. Вот. Так, хорошо. А артистка принесла, сказала, вот я прочитал пьесу, мне очень нравится. Мы ее прочитали, да. Дмитрий, как режиссер вы работали над такими спектаклями, как «Вишневый сад», «Помолвки», «Как дружат мужчины» и «Не совсем простая сказка». Вот расскажите, пожалуйста, чем вы руководствуетесь, когда выбираете пьесу? Да, есть так называемая «Вахтанговская триада». Евгений Багратионович Вахтангов, он очень умел как-то удачно формулировать, просто и доходчиво какие-то важные принципы актерской и режиссерской профессии. Значит, «Вахтанговская триада» — время, автор, коллектив. То есть авторский текст должен определенным образом резонировать со временем, в котором мы живем, и с возможностями театра, в котором это планируется ставить. То есть должен ему как-то удачно расходиться на труппу, должно быть ощущение, что вот мы хотим сегодня вот об этом говорить. Вот, собственно, я стараюсь по мере силу как-то руководствоваться вот этим принципом. А над чем сейчас работаете или что в ближайших планах предстоит? Значит, последнее, о чем у меня был разговор с художественным руководителем, есть такая пьеса «Идмон Растана» — «Романтики». Очень занятная вещь, там, значит, определенным образом обыгрывает сюжет, «Ромао и Джульетты», но совершенно с другим смыслом. Вот, значит, ну, мы планируем, что это вот будем ставить в какой-то обозримой перспективе, я надеюсь. Так, хорошо. А что зрители могут посмотреть вот с вашим участием или вашей работы в марте уже, например, этого года? «История Робин Гуда», да, у нас регулярно идет, очень часто играет спектакль, как-то вот он показался популярным, правда, сложно билеты достать. «Вишневый сад» в марте будет, в апреле будет. «Поцелуй власти» — еще один мой спектакль. Мы его сейчас восстанавливаем, там нужно ввести несколько новых артистов в апреле. Так что вот... А расскажите про спектакль «Поцелуй власти». Что это за спектакль? По какой пьесе написано? Значит, это такой с необычной историей. Спектакль, он тоже в нашем репертуаре появился уже несколько лет назад. Он начался с инициативы артистов, которые даже принесли пьесу, сказали, вот интересный материал. Мы показали сначала эскиз, потом выпустили уже его как премьеру, потом мы участвовали в фестивале, вот в нашем «Подмосковные вечера». Игорь Калагин и Татьяна Полянская получили там премию жюри за лучшую женскую, лучшую мужскую роль. И некоторое время мы его не играли, а сейчас вот он у нас вернется в репертуар. Любите этот спектакль? Я по-своему все свои спектакли люблю. Это как дети ваши. Да, это сложно выделить, что нравится больше, что меньше. В каждом есть что-то такое свое, дорогое и родное. А как вы настраиваетесь, Дмитрий? Вот у вас, например, сегодня спектакль, вы в нем задействованы. Как вот вы утром просыпаетесь? Надо же как-то определенно настроиться, чтобы к вечеру быть в форме. Знаете, это все по-разному делают. Это вот вообще актерская кухня, вещь, что очень интимная. То есть есть, конечно, принципы профессии, которые мучают в институте, что умеют все более-менее профессиональные актеры. Но есть все равно какие-то личные вещи, которые каждый делает сам, исходя из того, как вот ему это близко. Такая щукинская, вахтанговская байка про Бориса Щукина и Рубена Симонова. Вот у них был спектакль, в котором они играли вместе. И они были артистами очень разными по темпераменту. Если Симонов приходил к спектаклю всегда за несколько часов, готовился, то есть он ходил по театру, дышал воздухом, не спеша гримировался. А Щукин всегда прибегал вот за пять минут и вот сразу на сцену. И однажды Симонов его попросил, Борь, приди, пожалуйста. Я каждый раз волнуюсь, вдруг ты опоздаешь, вдруг еще чего. Ну, приди ты, пожалуйста, пораньше. Щукин пришел за два часа, ходил по театру, пять раз покурил, семь раз выпил кофе, со всеми поговорил. Пошел играть. И после спектакля ему Симонов сказал, Борь, приходи как хочешь, только так, как сегодня, больше не играй, пожалуйста. Просто это вот, ну, каждому как-то, каждому свое. Я вот тоже из тех артистов, которые стараются вот максимально близко прийти к спектаклю и сразу выходить на сцену. Ключиться. То есть я не сижу, не настраиваюсь, ну, если только грим там вот, или там прическа. А так вот для меня идеальный вариант за пять минут прийти. Отлично. А есть у вас какие-то планы, Дмитрий, или мечты? Вот вы мечтаете, например, поставить вот такой спектакль? Таких спектаклей много. Да? Да. Ну, какая самая, ну, говорят, что когда мы озвучиваем что-то, да, запускаем во вселенную, ну, это может исполниться. Может быть, попробуем поделиться. Ну, давайте попробуем. Ну, надо что-нибудь одно выбрать, да. Вот так получилось, что у меня несколько было подходов к Островскому. Ну, то есть, вроде как, как должна была состояться постановка, но и что-то не случалось. Речь шла про несколько разных пьес. Ну, вот давайте выберем Островского, чтобы в конце концов это произошло. Да. Ну, мы вам желаем, чтобы ваши планы осуществились, чтобы в зрительном зале всегда было, не было пустых мест. Спасибо. Вот. Успехов творческих и везения во всем. Спасибо большое. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. И до новых встреч на Первом и Тищенском.